друзья всем привет сегодня хорошая новость у канареек появились красивые птенцы они сегодня покинули гнездо им 22 дня на 22 день птицы вылезли из гнезда дело в том что я с этой парой хотел добиться результата чтобы птенцов были шапочки именно отличались по окрасу то есть это селекция допустим вот хочется мне или там хочется разводчику кто занимается канарейками получить не чисто желтого или там чисто оранжевого а вот чтобы крылышки были симметрично черные допустим или серые это очень красиво а вот у меня была задача чтобы были именно хохолки чубчики черные и в общем у меня в принципе получилось неплохо я сейчас вам покажу родителей покажу деток кто получился от кого кого с кем не скрестил и немножко если сейчас мне время хватит у меня есть конспекты там все эти таблицы все формулы написаны кого с кем надо порвать чтобы получить нужный результат итак смотрим итак друзья обратите внимание вот прямо слева это папа второй сынок третья мамаша и четвертый птенец вот он сейчас внизу и вот он четвертый то есть они получились однотонные вот они получились однотонные только один будет более оранжевый а другой будет слегка желтоватый вот такие получились два птенца однотонные абсолютно крылья перья перья в крыльях перья в хвосте все однотонные он немножко около основания хвоста самка начинает их подщипывать видимо выгоняла из гнезда потому что обычно птенцы у меня уходят на 20 день а эти досиделись вот буквально два-три дня или 22 или 23 день сегодня вот пересидели самка начала их подсчитывать хотя строительный материал в домиках есть вернее в гнезде есть строительный материал в общем вот таким вот таким вот успехом закончился мой эксперимент вот самка сейчас вы отлично увидите самка вон к ней поднимается самец а вот их не чудесные два малыша они еще немножко норовят нахухлиться подремать любят вон видите около попки где низ животика немножко подщипала самочка перышки ну это думаю ничего страшного я сейчас дня через еще вот так они побегают здесь дней пять это им будет примерно двадцать восьмой двадцать девятый день я их отсажу отдельно буду давать им побольше яйца вареного куриного одуванчик пастушья сумка подорожник начинают уже пробиваться вот всю эту травку они очень любят хорошо кстати очень хорошо едят у пастушья сумки есть такое сейчас вам покажу поподробнее вот это пастушья сумка друзья вот такая вот трава видите у нее белые цветы вот пожалуйста и вот эту пастушью сумку очень сильно любят птенцы мы сейчас даже сможем с вами немножко покормить птенчиков этой травкой пастушьей сумкой и вы посмотрите как они кушают может они не будут на камеру кушать но посмотрим вот именно вот эти белые цветочки вот видите как видите как сразу поклевал поклевал вот с этой стороны будет хорошо видно имейте ввиду этому птенцу 22 23 дня ну там плюс-минус день это особо не принципиально но дело в том что уже птенцы знают уже птенцы знают что такое трава что такое молочно-восковой спелости зерна те же семена одуванчика вот тут же пастушья сумка он улетел ну прошу заметить что канарейки у меня не супер ручные поэтому они видите на той жердочке чувствует себя комфорт комфортней но тем не менее птенчик молодец попозировал нам показал как он кушает эту пастушью сумку сейчас немножко попытаюсь показать вам формулы как надо кого скрещивать если поймете поймете не поймете тогда можете там дополнительные вопросы или как-то свяжемся кстати на канале есть кнопка спонсоризация спонсорство канала если есть желающие нажимаете кнопочку у вас будет возможность стать спонсорами канала и у вас будет возможность допустим напрямую решать какие-то свои проблемы в плане птиц можете там там будет вам ватсап можете на ватсап мне писать я буду реагировать гораздо лучше чем в комментариях на ю тубе в общем нажмете там посмотрите там разная цена кто сколько кто сколько как говорится может или способен или кому как угодно в общем нажмете кнопочку будете спонсорами я буду очень вам признательны вот самочка видите проголодалась я на время съемочки немножко им насыпал корма ну и в принципе я не ошибся видите как сейчас можно попробовать эту травку положить туда подальше и они нам еще покажут а я пока полистаю поищу формулы эти вон заметьте птенец клюет молодые семена пастушьей сумки а родители в частности папаша кушает корм зерносмесь вон как хорошо сейчас видно их не хвостики общипанные ну вот если у кого-то есть такие общипанные хвостики имеют у вас их птенцов не пугайтесь как вы отсадите своих канареечек так они сразу зарастут ну птенцы еще я вам скажу вот эти мои 22 дня им до 23 очень попрошайки вот мамаша выйти прыгает они хотя уже начинают сами кушать но еще клянчат попрошайничают бегают за мамой но мама им не отказывает она их кормит вот она мамаша вон теперь папаша видите клюет пастушью сумку сейчас вот если мы затаимся они расслабятся успокоиться и возможно самочка покормит птенчика нам с вами покажет хочу дождаться кадра чтобы кормили птенцов вон видите как он просит он пищит и крышками часто часто трепещет вот так вот птенцы просят кормим кормежку своих родителей вот кстати схема как кольцевать птенцов друзья напоминаю у меня на канале есть видео кольцевание птенцов вот я сейчас в своих конспектах натолкнулся опять на это фото просто дело в том что птенцы у вас будут появляться вы должны их кольцевать чтобы потом брат с сестрой не встретиться вот так малыши тренируются кушать самостоятельно видите 22 дня птенец сам клюет классическую зерносмесь то есть там не моченое зерно не пророщенное там обычно сухая зерносмесь хорошие заводчики называют такую смесь деревяшки потому что это деревяшки самое хорошее это размоченная или молочной спелости те же семена дуванчика семена мака семена льна канареечного семя та же проса молочной спелости если у кого есть возможность можете сеять ранней весной и вот уже в конце весны у вас будут молочные молочные спелости семена проса рапса канареечного семя в принципе все они едят молочной спелости но самое полезное это дуванчик семена дуванчика друзья вот есть такая тема расчет вероятности появления определенного фактора вот за это я сегодня речи веду мне удалось добиться однотонных птенцов именно с темным хохолком вот такие дела здесь материал в принципе обширный так что по этому материалу придется наверное отдельно снимать видео вот есть у меня тут формулы по этим формулам кабы я работу вел но я думаю вам так будет вряд ли понятно но в общем имейте ввиду что есть этот материал надо разбираться кому интересно пишите в комментариях я сориентируюсь и сделаю или вам ответное видео кому интересно ну или как-то тоже затронем эту тему еще так что друзья сегодня я вам показал свои успехи можете порадоваться за меня на этом видео подходит концу пишите мелким почерком комментарии задавайте вопросы кому что непонятно я я вас опять-таки не учу я просто делюсь с вами я просто делюсь с вами своим опытом до скорой встречи